НОВЕНЬКАЯ Я всегда ненавидела частные школы. Все эти мажоры, крутые тачки, куча денег. В моей жизни всё было просто и понятно. Мы с папой и младшим братом всегда жили скромно, я ходила в обычную школу. Но рядом были близкие и понятные мне люди. И вмиг всё изменилось. ДНЁМ РАНИЕ Богдан! Это кто? Они ведь не из нашей школы, да? Это парни из района. Они мне работу подогнали. Мы с тобой это уже сто раз обсуждали. Тебе рано подрабатывать. Ты видела квитанцию за коммуналку? Нам пеню насчитали. Папа снова всю ночь не спал, таблетки пил. Разберёмся. У меня с Олегом сегодня работа. Крутой банкет в ресторане, поэтому мне заплатят. Я тоже хочу помогать и зарабатывать. Я же мужчина. Мужчина, иди делай уроки. У тебя завтра контрольная по математике. Я приду проверю, как ты подготовился. Понял? Вера, подожди. У нас есть ещё полчаса. Может, прогуляемся? Или на трамвай? Давай прогуляемся. Держи. Я думала, у тебя ещё один урок. Физкультура. Могу прогулять. Мне и так засчитают. Я же на соревнованиях от школы ездил. Кис-кис-кис. Кис-кис-кис. И зачем ты его кормишь? Пусть мышей ловит. А если мне жалко мышей? Ты всегда всех жалеешь. Как твой папа. Сам голодный, а всех бездомных котов и собак возле дома кормит. Не выдумывай, он не голодный. И вообще, разве быть добрым – это плохо? Плохо сидеть без работы, когда ты мужчина. Ну ничего. Скоро я закончу школу, потом ты. Мы поженимся, и я всегда буду о тебе заботиться. Так, не забудьте. Вечеринка в вампирском стиле, чтобы все пришли в костюмах. Дэна, ты не боишься, что Агата выпьет из тебя всю кровь? Да, она уже выпила. Он еле живой. Разве не видно? Не каждый день твоя девушка навсегда уезжает в Америку. Не начинай. У предков там работа, а я приглашу тебя на каникулы. Ты же не испортишь мне вечеринку, правда? А Ромка тоже пригласит меня в Америку, правда, Ромка? Могу на бургеры пригласить. Чем тебе не Америка? Ну все, я полетел. Едем есть бургеры? Не сейчас у меня дела. Агата, подбросишь к метро? Я там тачку оставила. Ты что, сама без водителя? А что, Ромка тоже сам ездит? Галла, заехать за тобой перед вечеринкой. Да не парься, я сама приеду. Папа наконец-то выделил тачку с водителем. Так что все норм. Пойдем. Нет, я сейчас не могу приехать. Мы же договаривались. Да, но выяснилось, что одна из наших учениц сегодня устраивает вечеринку. Она покидает школу и уезжает со своими родителями за границу. И я, как классный руководитель, должен проверить технику и проследить, чтобы подготовили актовый зал. Вы же не передумали давать показания? Нет, конечно, нет. Но сегодня уже, наверное, будет поздно после вечеринки к вам ехать. Давайте лучше завтра с утра пораньше я к вам приеду. Лучше не тянуть. Разговор срочный, давайте я сам приеду в школу. Ладно. Хорошо, я буду в школе. Это тот самый учитель, который нашел наркотики в классе? Да. Сначала сам прибежал к нам, а теперь такое впечатление, что хочет съехать. Экспертиза обнаружила, что наркотики не кустарные. Высокая степень очистки. Таких на рынке практически не купишь, а если и купишь, то за очень большие деньги. Может, владелец товара узнал о свидетеля и подкупил его, чтобы тот молчал? У этих мажоров столько бабок, что они могут купить всё, что угодно. Но наше дело провести расследование, обнаружить источник распространения наркотиков в школе и обезвредить. Лысенко, а ты что, и правда веришь, что мы можем прижать кого-то из этих казанных деток? Ты представляешь, что устроят их родители нашему начальству, если мы кого-то из них вызовем на допрос? Я уже молчу о задержании. Но я хочу раскрыть это дело. Наркоторговля в элитной школе. Да об этом все напишут. А тебе дадут звёздочку. И ты уже будешь не старший лейтенант, а капитан Лысенко. Ну-ну. Так, всё, меня ждёт свидетель. Я поехал. Стоп. Ты должен сдать мне все рапорты. Пока не сдашь, никуда не поедешь. Работай. Пока не сдашь, никуда не поедешь. Приветики. Вы, как всегда, не разлей вода. Я качну от тебя два концерта, о которых ты просила. Ну, я переодеваться. Ты подходи. Не понимаю, зачем тебе эта Лана Дель Рей? Я учусь у неё петь. Спасибо. У нас интернета уже три месяца нет. Отключили за неё плату. А что у вас с Олегом? Ещё не съехали? С лицом? Я вообще замуж не собираюсь. Как минимум до двадцати пяти. А он в курсе. Ой, Олег уже распланировал всю нашу жизнь. Двое детей, квартира в кредит. За городом. Там дешевле и детям лучше. Он планирует идти учиться на повара, чтобы обеспечивать семью. Это так круто. Слушай, ты его не профукаешь, таких как он очень мало. Но он не разделяет моё влечение музыкой. Не верит, что мои песни кому-то нужны. Детям будешь песни петь. Кстати, в ресторане в зале есть фортепиано. Иди попой, пока менеджер не пришёл. Спасибо. Да, я помню о благотворительном взносе. Чек завтра передам через сына. Ну ладно, заеду сама. Увидимся. До завтра. Мама, я дома. Привет. Привет. Мы же договорились, что будешь ездить с водителем. Официально до 18 лет ездить нельзя самому. Мама, не волнуйся, я осторожна. Вот твой костюм на вечеринку. Оф. И съешь хоть что-нибудь. Я не голоден. Кстати, я вчера познакомилась с очень крутым продюсером. Из шоу-бизнеса? Да. И он пообещал мне, что придёт тебя послушать. Правда? А когда? Куда? Не волнуйся, мы придумаем, как всё организовать. Класс. Момент. Слушай, я побежал. У меня ещё дела перед вечеринкой. Костюм не забудь. Спасибо, мама. Спасибо. 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 Браво. Браво. Извините, уже бегу. Во что, работы нет? Работаем. Ну да, договорились. Встретимся в школе на вечеринке. Не надо меня пугать. Я ничего не боюсь. Я ничего не боюсь. Рома. Чего ты хочешь? Дэн, привет. Нужно встретиться. На вечеринке встретимся. Просто не понимаю, зачем она ей? Лучше бы мы провели этот вечер вместе. Вдвоём. Прекрати их ныкать. Нужно встретиться до вечеринки. Сейчас. Не хочу. Есть крутой продюсер, который готов нас прослушать. Слушай, старик. Что за настроение? Я понимаю, твоя девушка уезжает, но… Жизнь продолжается. Вокруг столько девочек, и каждая из них захочет стать твоей, когда ты будешь на большой сцене. Да к чёрту девочек. А что мы покажем этому? Продюсеру. Вот и обсудим. Всё, давай, бери Свята, чтобы он не тянулся на своём скутере. И на нашем месте. Давай. Свет. Алло, чувак. Собирайся. Скоро за тобой заеду. Сегодня мне заплатят, поэтому долг за коммуналку мы закроем, не переживай. Что там, Боди? Боди? А разве он не с тобой? Нет. Я видела его после школы, сказала идти домой и делать уроки. Он недавно звонил, сказал, что задерживается, но скоро будет. Когда придёт, напомни ему, что завтра контрольно. Я приду, проверю, как он подготовился. Ты там не голодная? Всё нормально, папа, не волнуйся. Ты выпил свои таблетки? Помни, что говорил кардиолог, тебе нельзя волноваться. Всё, целую. Ну-ка, попробуй. Вроде ничего. Класс. А вы точно заплатите десять тысяч, когда я отнесу эту посылку? А можно завтра? А можно аванс? Лейсенко, собирайся. Спасибо. Вот рапорты. О результатах допроса доложу. Какого допроса? К нам поступил анонимный звонок на счёт наркокурьера. Опергруппа на низком старте. Ты вместе с ними? Я? Почему я? Он тоже мечтал истребить наркоторговлю. Задержи курьера. Но меня ждёт свидетель в школе. А мама тебя с памперсом не ждёт. Вот он. Приметы совпадают. Старший лейтенант Лысенко, что у вас в коробке? Я не знаю. Это не моё. Я просто должен это передать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно зайти в тёмную комнату с зажжённой свечой и подойти к зеркалу. И тот, кого ты увидишь позади себя в зеркале, это и будет твой жених. Ты в самом деле веришь в эти сказки? Моя соседка постоянно ходит к гадалке, у неё всё сбывается. Да ну, свечка, тёмная комната, зеркало, это же всё из детских страшилок. А моя бабушка рассказывала, что гадала так нас ужиного, и всё совпало. Супер. Только я не твоя бабушка. Лучше скажи, что ты боишься гадать. А вдруг не увидишь в зеркале своего Дэнчика? Дэн и так по мне сохнет. Зачем мне гадать? Серьёзно? Почему же он сейчас не здесь, не рядом с тобой? Ларка, да оцепись ты от Агаты. Может, она просто боится темноты. Ничего я не боюсь. Говори, что делать. Кабинет математики открыт, пока Пётр Петрович с нами здесь, в зале, до конца вечеринки. Там в подсобке стоит зеркало. Только свет не включай. Хорошо. Я пойду туда со свечой и докажу, что все эти ваши гадания полная чушь. Только нужно найти свечу. Нужно спросить Вадима. Кажется, он брал для фото. Ну что, всё по плану? Не переживай. Сторож за 200 гривен показал мне на щитке нужный рубильник. Даже если она захочет включить свет в кабинете или подсобке, ничего не получится. Ладно, иди первой, чтобы никто ни о чём не догадался. А я догоню. Думаю, продюсеру нужно показать наш забойный хит. А девочки всегда пищат под «мама, я на хайпе». Да при чём здесь девочки? Продюсер, я так понимаю, мужик? Да, мужик, но я согласен со святым. Нужно выбрать то, под что публика больше всего кайфует. При чём здесь публика? Мы же для продюсера будем выступать. Да, но если продюсер увидит, что нас уже любят фаны, он поверит в нас и возьмётся за нашу раскрутку. Рома, ты извини, конечно, но нафига нам его раскрутка? Попроси у отца денег, мы зафигачим крутой клип, проплатим все каналы. Отец на это денег не даст. Но мне его деньги и не нужны. Мне вполне хватает того, что я получаю из фонда, который он оставил нам с мамой. Так попроси денег у мамы. И без продюсера мы сможем стать известной группой, если ты так сильно этого хочешь. Почитай истории мировых звёзд. Почти ни у кого в самом начале не было денег, но был талант и был продюсер. Уверен насчёт таланта? У нас он вообще есть? Ну, я насчёт себя не уверен. Я в технике шарю, а в музыке постольку поскольку. А мой отец всегда говорит, что основной талант для мужчины – уметь зарабатывать. Чуваки, пусть продюсер решает, есть у нас талант или нет, но я всё равно буду писать песни. Чувак, твой старик в списке самых богатых людей Европы. Можешь себе позволить. Чувак, при чём здесь деньги? Ваши родители тоже нормально стоят на ногах, и вы тоже можете позволить себе заниматься творчеством. Но мы не хотим на большую сцену. Я что-то не врубаюсь. Вы что, против прослушивания? Я не против. Меня после каждого концерта девочки и сами тянут на свидание. Так прослушивание – это и есть концерт. Ну, концерт – это концерт. Одним больше, одним меньше. Свят, сколько можно есть? Да что такое? Я голодный. Тебе что, жалко? Вот на концерте всё и выпрыгаем. Пацаны. Нужно рулить на вечеринку. Агата силфаль запилила. Возле неё уже Вадим верстится. Ну что, на трамвай или на маршрутку? Можем даже на такси, если хочешь. Я лучше прогуляюсь. Ты что, обиделась? Когда менеджер сказал, что штрафует меня за пение, ты даже не заступился. Но зачем с ним ссориться? Так мы останемся без работы. А теперь мне нечем оплачивать коммуналку. Не переживай, я доброшу, сколько нужно. А ещё вот, держи. Это вам с папой и братом на ужин. Продукты. Колбаса, овощи, сыр. Здесь всего по чуть-чуть, что удалось собрать. Даже креветки. Слушай, я очень ценю твою заботу. Но мне обидно, что ты не веришь в мою мечту. Ты о пении? Вера. Звёзд и без тебя хватает. У них один сценический костюм столько стоит, что нам с тобой на полгода жизни хватит. Да я не о деньгах. Я пишу песни и мечтаю, чтобы люди их услышали. Пой на балконе. Или в метро. Знаешь, сколько людей услышат. Вера, подожди, ну, извини. Мне нравятся твои песни. Ну, хочешь, пой мне сегодня хоть целый вечер. Не могу. Мне нужно с братом заниматься, у него завтра контрольная. Где вы, я вас жду? Мне уже начали угрожать. Где Агата? Я не знаю. Она же твоя девушка, а не моя. Хотя знаешь, ты так долго ехал, что у меня были все шансы. Извините, Пётр Петрович. Я вам куплю новую рубашку. Даже две. Смешно. Так. Стоп, стоп. А ты чего смотришь? А что, у меня руки жирные, не буду же я Дэну костюм марать. Успокойся. Ну-ка, иди сюда. Если у Агаты с Вадимом что-то было, я не знаю, что с ней сделаю. Даже если они просто целовались. Блин, ты серьёзно? Из-за девчонки так переживать? Чувак, иди, целуйся с Анной Марией, если хочешь. Мне не жалко. Рома, Анна Мария только на тебе и висит. Ты даже не знаешь, что ей больше нравится, ты или твои деньги. Мне по барабану, что ей нравится. Я вообще в любовь не верю. Моя мама стала намного счастливее с тех пор, как они с отцом разбежались. Да и он не сильно-то по ней скучает. Меняет модельку за моделькой. А мои родители уже 20 лет вместе. Я не такой, как ты. Ладно, Ромео. Идём искать твою Агату. Субтитры подогнал «Симон» Почему не в зале? Ого, а что с губой? А, это я с Вадимом поговорил о тебе. Ты что, ревнуешь? Прекрати. Агата, ты до сих пор здесь? Кто-то объяснит, что здесь происходит? Ромчик, сейчас Агата будет гадать на своего суженого, а потом я погадаю на своего. Гадать? Это типа вызывать духов? Если что, я на стороне света. Я не сомневаюсь, какого жениха увижу в зеркале в подсобке. Если и вправду кого-то увижу. Стой, тебе туда нельзя. Она должна идти сама. Я уже в школе. Мы договаривались о встрече. Набери меня, когда будешь здесь. Я не боюсь этого разговора. Я не боюсь этого. Дай я гляну, как твоя губа. Больно? Это всё из-за Агаты? Я тебе так скажу. Если встречаешься с кем-то, не надо постить фотки с другими парнями. Вот я бы никогда. Лара, ты можешь помолчать? Слушайте, чего она там так долго? Наверное, там темно. И страшно. Кто вообще придумал это глупое гадание? Старик, тебе надо поесть. Держи. Глюкоза попадёт в кровь, и ты не будешь таким грустным. Это не глюкоза. Это жир. Жир. Она что, прикалывается? Свет, фу. А что, мой отец говорит, что в Монголии это признак хорошего тона. Правда? Правда? Что случилось? Не знаю. Похоже на приступ астмы. У моей мамы такое бывает. Астма. Я не знал. А где ты был? Как ты прибежал сюда первый? Ты и вправду хочешь сейчас об этом поговорить? Агата, что случилось? Ты кричала. Мне страшно. Заберите меня отсюда. Не отвечают. Ни Богдан, ни папа. А я ключи забыла. Так может, пойдём ко мне? Нет, я домой. Может, просто ужинают. Дверь на кухне закрыли, а телефоны оставили в комнате. Ну всё, я побежала. Папа, Боди, вы в курсе, что у нас дверь открыта? Боди. Боди. Это ты в лифте живёшь? Боди. Тётя Оля? Что-то случилось? Где папа? Скорую забрала. Сердце. Сильно волновался, что у твоего брата долго не было. Звонил ему, звонил. Я тоже, Боди, целый вечер звонила, он не отвечает. А час назад перезвонили, сказали, что Богдан в полиции, его задержали. Папа, как услышал, сразу начал задыхаться. Инфаркт. Врач скорой сказала, хорошо, что я сразу позвонила. Могли не спасти. Боди. Боди задержали? За что? Почему вы мне сразу не позвонили? Я же знаю, что ты на работе. Ты бы всё равно не ответила. Ты о Боди уже сама узнаю в отделении, я не знаю, что там случилось. Смотри, я тебе здесь покушать принесла. Извини, мне домой нужно детей укладывать. Как ты? Дышать можешь? Со мной всё нормально, не переживай. Ну что, вернёмся к нашим? Рома, дай нам минутку. Без вопросов. Слушай, может, ну и эту вечеринку. Поедем лучше ко мне. Я устала и хочу домой. Так я тебя провожу. Нет, прости, я хочу побыть сама. Только не говори, что твоё сердце разбито. Чувак, давай мы тнёмся в стрип-клуб. Я знаю место, где нас точно пустят. Ты в самом деле такой дебил или притворяешься? Ну-ка, стой. Есть разговор. Стас? Ты что здесь делаешь? Я ничего. Ничего? А череп зачем? Это из кабинета биологии. Ларка дала мне ключи. Это же была шутка. Так это ты напугал Агату этим черепом? Это ты её напугал, да? Я не хотел. Просто Ларка мне пообещала все свои карманные за три месяца. Оценки у меня плохие. А папа не даёт деньги на гироборд. Гироборд – штука прикольная. А идея с черепом идиотская. Хотя твоя сестра редко придумывает что-то умное. Да я даже не успел ничего сделать. Только начал подкрадываться, а она как заорёт. Будто что-то ужасное увидела в подсобке. В подсобке? Там ничего особенного, всё как всегда. Ну и что нам с тобой делать? Ребята, отпустите меня. Мне ещё нужно череп в кабинет биологии занести. И ключ на охрану, чтобы никто не увидел. Ладно, вали отсюда. Дэн, слушай, а ты можешь куда-то Ларку пригласить? Ну, хоть раз, в кино. А то если её план не сработает, она не отдаст мне свои карманы. Вали отсюда, я сказал. А я тебе давно говорю, Ларка на тебя запала, а ты на морозе. Может, ты теперь мне объяснишь, что ты здесь делал? Когда Агата закричала, ты прибежал к ней первый. Значит, был рядом. У меня была назначена здесь встреча, ясно? Я просто искал место, где можно спокойно поговорить. Чувак, Агата мне точно не нужна. Ну всё. Ну всё. До завтра. Я не понял, ты что, ушёл? Я всё ещё в школе. Жду ещё час, и если наша встреча так и не состоится, я сильно разозлюсь. Ну кто же знал, что из-за Агаты Дэн вообще уйдёт с вечеринки? До чего ты переживаешь? Завтра Агата уже будет очень далеко. А ты сможешь обрабатывать Дэна хоть каждый день. И поверь мне, своего добьёшься. Я ведь смогла. Ага, смогла. Не обижайся. Но для Ромки что-то есть, что у тебя нет. Правда? А вот это, видела? Вот что он мне вчера подарил. Мы с ним на выходных были в самом крутом загородном клубе. Туда без клубной карты никогда не попадёшь. Даже за все деньги мира. Галла, потанцуешь со мной? Не видишь, я занята. А я потанцую. Хватит разводить драму. Пойдём на улицу, проветримся. По факту мой план сработал. Она испугалась и ушла домой. Просто я не думала, что Дэн тоже за ней побежит. Смотри. Мой брат Богдан. Богдан Астапчук. Должен быть у вас. Ему одиннадцать. Только исполнилось двенадцать. Но он выглядит младше. Я уже дважды проверил. Нет в списках. То есть вы вышли подышать свежим воздухом и просто увидели вашего классного руководителя на земле? Так и было. Мы вам уже всё рассказали. Он выживет. Доктор сказал, что шансы есть. Но неизвестно, когда он придёт в себя и сможет дать показания. Поэтому ваши показания сейчас очень важны. А что с ним случилось? Скорее всего, он выпал из окна, которое расположено над местом, где обнаружили тело. Мы проверили это окно в подсобке кабинета математики. Кто-то из вас был там во время вечеринки? Может, видели или слышали что-то странное, необычное? Мы ничего не видели и не слышали. У нас была вечеринка. Музыка, шумно. На минуту. В подсобке кабинета математики мы нашли наркотики. Идентичные первой изъятой партии в этой школе, о которых нам сказал этот учитель. И точно такие же, как та партия, с которой сегодня накрыли наркокурьера. Учитель оставил мне голосовое сообщение, волновался, что я задерживаюсь. Говорил, что ему угрожают. Чёрт. Из-за этого наркокурьера я сорвал допрос ключевого свидетеля. А в это время его кто-то чуть не убрал. А что, ученики, неужели никто ничего не видел и не слышал? Они явно что-то скрывают, но мне больше ничего не скажут. Надавить на них мы не можем. Но моему отцу звонили на мобильный с телефона вашего райотдела и сказали, что он здесь. Может, его ещё не внесли в списки. Спросите. Ладно, сейчас спрошу. Алло, это дежурный. Здесь пришла девушка, спрашивает о своём брате. Богдан Астапчук. Богдан Астапчук. Богдан Астапчук, я. Да. Есть такой. Понял. Старший лейтенант Лысенко выехал на срочный вызов. Когда вернётся, сам всё объяснит. Хоть скажите, в чём его обвиняют. Богдан бы никогда никого не обидел. Что такого он мог сделать? Твоего брата задержали во время полицейской облавы. С наркотиками. Выдвинули обвинение за хранение сбыт наркотических веществ. С наркотических веществ. Дэн, а что ты здесь делаешь? Хотел поговорить, попрощаться. Может, выйдешь? Я устала, хочу отдохнуть. Вставать ночью, рейс в шесть утра. Тебе хоть немного жаль, что мы расстаёмся. Да прекрати ты. Мы с тобой не расстаёмся. Ты прилетишь ко мне на каникулы. Мы же договорились. Всё, извини, мне пора. Когда прилечу, я тебе сразу напишу. Я сделала всё, как вы сказали. Обещаю, я никому не скажу о том, что видела. Прошу, не трогайте Дэна. Он ничего не видел и ничего не знает. Завтра я улечу отсюда. Полиция не сможет меня опросить. Вы ведь ничего плохого не сделаете мне и моим родным. Я вас очень прошу, как только отец придёт в себя, сразу наберите меня. И скажите, пусть не волнуется за Богдана. Я всё решу. Это очень важно, чтобы он не волновался. Да, я приеду, как только смогу. Спасибо вам. Старший лейтенант Лысенко. Это он задержал твоего брата. Да. Добрый вечер. Я Вера Оставчук, сестра Богдана. Мне сказали, что вы его задержали. Это какая-то ошибка. Отпустите его, пожалуйста. А сколько тебе лет? Скоро будет шестнадцать. Я знаю, Богдана должен был забрать кто-то из взрослых. Но у нас только папа, а он сейчас в больнице. У него инфаркт. Какой класс? Десятый? Я? Да, десятый. Я могу дать вам контакты учителей и директора школы. Они все подтвердят, что Богдан никогда ничем плохим не занимался. Только, пожалуйста, отпустите его. Твоему брату светит суд и колония для несовершеннолетних. Я не могу его просто так отпустить. Ты это понимаешь? Дайте мне хоть поговорить с ним. Пять минут. Не больше. Ты заберешь меня отсюда? Только папе не говори. Папа в больнице. У него инфаркт. Чем ты вообще думал? Мне пообещали десять тысяч. Десять тысяч? Это не только коммуналка, это ремонт, о котором мы так мечтаем. Это те парни, с которыми я видела тебя сегодня возле школы? Я же сказала, я сама все решу с коммуналкой. Я хотел как лучше. А сделал в сто раз хуже. Они ничего не докажут. Я не знал, что в коробке. Полицейский сейчас смотрит на нас в соседней комнате. Я пообещала ему, что ты дашь показания против тех, кто дал тебе наркотики, и скажешь, где их найти. Я не знаю, где их найти. Ни один адвокат не возьмётся за такое провальное дело. Даже не надейся. А что мне делать? Как спасти брата? Ему нельзя под суд, папа этого не переживёт. Скажите, что мне сделать? Я на всё готова. Я предлагаю тебе сделку. Твоего брата не будут судить и не отправят в колонию для несовершеннолетних. Если завтра, ты перейдёшь в ВИВАТ. Что? В ВИВАТ? В самую дорогую школу для мажоров? Это шутка? Откуда у меня такие деньги? Я устрою тебя туда бесплатно. А ты будешь присматривать за своими новыми одноклассниками и докладывать мне о каждом их шаге. Это понятно? Ну, а если нет, я дам хоть делу против твоего брата. Ему светит до пяти лет. Не надо. Я сделаю всё, что вы хотите. Вот так всё и началось. Теперь я ученица самой крутой частной школы. В личном деле написано, что мои родители бизнесмены. Моя фамилия и адрес изменены. Самое важное – никому не доверять и исполнять все распоряжения полицейского. Я с самого начала ненавижу это место и не знаю, сколько смогу здесь продержаться. Но у меня нет выбора. И выхода тоже нет. Я даже не представляю, что встречу здесь того, кто заставит моё сердце петь. Встречу любовь всей моей жизни. В следующей серии. Ромчик сказал, тебе здесь не место, а он у нас главный. Найди того, кто продаёт наркоту детям в школе. Вычисли, кому принадлежит вот это. Откуда это у тебя? Это эмблема нашей группы. Дэн, Свят и я. Мы банда. Продолжение следует.